Привет всем стратегическим жеужикам планеты Земля! Вы видите и слышите главного стратегического жеужика Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Сидмер Сивилизейшн 6 на уровне сложности Божество за инков с челленджем создать самый большой город на планете Земля вырастить. Но подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше к первой серии перейдите, там всё я рассказываю, что мы тут делаем и вообще лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу в специальном плейлисте, ссылка на него тоже в прикреплённом комментарии, как и ссылка на первую серию. Большое спасибо за поддержку жеужики Патриции и давайте продолжим. Где тут у нас наши альпаки бегают по горам, еду добывают и культуру нам дают. Бедненькие такие носятся по этим тоннелям внутри гор. Так, что тут нам будет сделать, да? Тоннельчик. Так, разбираемся с варварцами. Интересно, меня разграбит тут кампус или нет следующим ходом. Вылечили галеру, надо в другую сторону сплавать, пооткрывать территории, как и здесь я плаваю беремой. Так, не проплыть пока, да? Ой, хорошо, что лавенда... Посмотрите, сколько флота. Хорошо, что вот этот лагерь варварский стал городом-государством, потому что очень что-то много кораблей он на спаме, я бы его не смог с ним ничего сделать. Думаю, может здесь поселенцы сделать все-таки и поставить. Тут еще как минимум два города влазят. Как у нас тут поселенцы? 33 хода, не, это долго. А в Кахамарке... Ну, тут у нас просто Магнус сидит. В Кахамарке 6. Ладно, наверное, продолжу с строителями. Я бы вообще, конечно, строитель тут вообще купил. Но пока... Пока не могу. Так, ученичество я просто за один ход открываю. Не будем рудники ждать. Вуануку заповедник есть. Строим рощу. Отшумело. Так, слушайте, 300. Может ее купить? Так, только без шуток про тракториста я вас спрошу. Пожалуйста, нет. Ладно, я, наверное, куплю рощу вот в Альян Тайтамбо через 6 ходов. Главное, 300 монет накопить и не потратить их никуда. Терракотку кто-то построил. Средневековые ярмарки ускорили. Так, ну, наверное... А, я их и открыл, да? Да, я их открыл. Димпломатическая служба открыта. Теократия. Религия в 6 городов. Но это мы сделаем. Так, святилища, храмы. Слушайте, может... Как бы веры дофига. Может... Укрепить религию? Или пока лучше разнести? То есть, лучше, типа... Покупать... Сейчас посмотрю. Вдруг у кого-то взято уже... Что дешевле... Нет, никто не брал. Я просто думал, может мне взять, чтобы дешевле стоили... Вообще, укрепили религию только... Католики. Католики, католики. Так, ладно. Сколько стоит апостол? 200. Апостолы за 200. Ну, в принципе, давайте я, наверное, вот так вот буду по одному ходу делать. Укрепление. Ну, дофига религии, на самом деле. Так, соседство театралки. Два жилья с тремя районами. Я, по-моему, в конце прошлой серии думал поменять, но решил, что нет пока. Потрясающий престиж. Ладно. Ну, что, грабит, не грабит кампус. Гаденыш. Ну, немножко тупо было здесь делать, конечно... Да, блин, еще и не убил. Делать тоннель, прямо скажем. Было понятно, что вот это произойдет. Так, ну вот здесь я сделаю тоннель. Все-таки вернусь. Вот тут надо... То есть у нас вот будет такой вот проход. Вот прямо отсюда будет телепортироваться сюда. Тоже, по-моему, читы за инков. А потом еще надо где-то будет здесь вот сделать. Видите, вот все соединено. И вот отсюда еще можно будет телепортироваться очень далеко. Продолжаем распространять религию. Так, мы попробуем укрепить. Что у нас есть? Здание есть. Храм огня. Ступа. Пагода. Мечеть. Синагога. Дальше. Ближайший город сильнее влияет. Струенные города сразу религию получают. Не особо интересно. Поражение психологическое в Италии не сказывается на уровне вашей религии. Крестовый поход. Но я воевать ни с кем не собираюсь. Поэтому защитник веры и крестовый поход, мне кажется, бессмысленно. Я думаю, тут либо святой орден надо брать, либо странствующие проповедники, либо писание. Я бы святой орден взял, честно говоря. Так, у нас остается один ход от свящей эпохи. Надо пока не укреплять до конца религию. Понимаете? Так, Ци Шу Хуанди готов нам кофе продать. Соглашаемся. И железо готов продать. Это уже дороговато. Не особо хочется тратить. Так, я, наверное... Нет, все-таки сейчас пока буду миссионеров пока покупать. Я думал, может, уже апостола купить. Но я боюсь просто, что я его использую раньше выхода в героический век. Надо подержать. То есть, когда вы полностью укрепляете религию, вам дают очки эпохи. Это надо дождаться... Так. Бегал в куска. В куска, да? Давайте посмотрим, где у нас по городам... Так, ну, в принципе, я бы, наверное, из кахомарки тогда... Тантовалия так проходит, да? 13. Я бы все-таки за инков, наверное, пускал внутренние караваны. Блин, тут бы дождаться... Тут бы дождаться вот этих... Тоннелей сначала. Чтобы воя кучу там отправить. Блин, ладно, продолжу в куска, наверное, отправлять. Ну, больше всего еды просто. Так. Ну, наверное, фермы продолжу пока тут делать. Тут вот тоже троечка ферм. Тем более, вот эта плотина будет защищать от затопления их. Террасы, напомню, только на холмах. Я вот не уверен, что их имеет смысл не рядом с горами вообще ставить. Их можно не рядом, просто на холме, но они тогда мало еды дают. Плюс одну. Хотя тоже имеет смысл, они же... То есть это как ферма. Библиотека в Антавайлии. Что мы вообще открываем? Ученичество, да? Тут реформация пока. Ну, ученичество без ускорения будет. Амбар. Ну, еды тут дофига. Еды тут дофига. Наверное, надо рабочих делать. Так, а что у нас еще по чудесам? Запретный город. Возможен. Чеченица. Ну, Чеченица, как вы понимаете, мы все вырубаем. Нафиг. Килва. И вот сюда, если поставить... Типичным... Ну, вообще, я бы колосс, наверное, сделал. Давайте колосс. Здесь или здесь? Ну, вообще, здесь интересно. Тогда вот сюда можно будет театр... Давайте, наверное, сюда. Подождите, а тут у нас не рыба случайная? Нет. У нас просто стоит... Галера. Так, все поторговали. Ну, слушайте, по науке уже я опередил Китай с Франции. Спасный путь, поддерживая городок. Все, я вроде... Какой тут Буэнос-Айрес, только я союзник. И героическая эпоха. Началась. Началась героическая эпоха. Кайф. Так, ну, точно монументальность берем. Население в Новогородах на других... Кстати, подождите, на других континентах. Это тоже... Тоже нормально. Сейчас я проверю, на другом ли тут континенте. Континент. А, нет, это все-таки континент моей столицы. Смотрите, как странно сгенерировался континент, да? То есть, я вот думаю, я же хочу тут города поставить. Я думал, можно было бы здесь живут драконы, но, видите, не сработает. К сожалению. Так что монументальность, исход евангелистов и реформа денежного обращения. Отлично. Ну, в общем, можно тогда тут за веру купить двух поселенцев как раз. И отправить их туда. Так, заканчиваем с этим чувачком. Тут сначала починим кампус. И потом рощу достроим. Блин, как-то надо уже... Решать вопрос с этим лагерем. Решать вопрос с этим лагерем. куплю еще апостола и дальше еще веры дофига наверное тут рабочих надо по одному рабочему и несмотря то что я строю я продолжу его строить строителя строителя о красота какая лепота но вот видите вот здесь плоховато пока да это вот тропические леса надо удалять конечно да блин почему ушло блин все-таки уходят но елки-палки почему показывает тогда что факт блин я тогда не здесь делал агенте вот тут но это прикол но это это просто не честно нету никак никаких отметок что из-за но это дебилизм причем это не на престиж это просто убирает действие а блин я понял нет не дебилизм все верно написано же что не обработанные клетки а это обработанная клетка получается конечно же это не дебилизм это я сам не допер черт просто ты не воспринимаешь тоннель как улучшение я вот что-то не воспринимал никогда конечно же это же обработанных заповедник и роща действуют на необработанные клетки точняк так ну на через свои ошибки всегда учимся так пробуем столицу обратить блин конечно не обработанные клетки это обработано чё я туплю так что с промышленной зоной я хотел вот здесь ее ставить что-то как-то слабенько вообще вообще даже без соседства может пока и не надо давайте наверно строителя ну в любом случае нам тут вырубить на давать на раз строителя потом шпиона как раз пока тут будет идти сюда ну промышленную зону надо ставить так рощу завершили отшумела роща золотая кампус вообще некуда ну понятно что вот тут где у нас роща работа я думаю многие кто-то напишет что вообще-то рощи же ну и заповедники и рощи соответственно не обязательно рядом с горами ставить и понятно если вы играете не за инков так и надо делать потому что вам горы ничего не будут давать просто дело в том что у инков горы что-то дают и это единственный единственный вариант усилить выхлоп этих гор то есть собственно в этом и идея игры за инков иначе горы просто два производства одну веру иначе вы никак не можете улучшить чтобы вот они такое вот давали поэтому и есть смысл именно рядом с горами ставить понимаете так что же тут делать но я бы вообще наверное а дамбу я бы наверно эту клетку купил и тут дамбу сделал 11 ходов промышленная зона у нас там и там давайте она куплю клетку и буду дамбу делать это река тоже опасно заливно на только две вот опасных вот тут это река это река тут дамба три хода будет сделано давайте стремя создать бомбарду нанять великого полководца пуска не хватает жилья уже дипломатический квартал тоже хотелось бы где-нибудь на многих уровнях идет большая игра так данный игрок генину тут я за себя проголосую и десять к мощи за мою даже немножко вольем но я не думаю что мы будем отдавать и даже 5 тут у нас на нашем контенте всего лишь одна религия французская она пока далеко и вообще даже не видел миссионеров о наше прошло тут больше претензий сандрох тоже зашибись вообще устраивает так теократия открыта наверное надо принимать пока теократию республиканское наследие точно поставим вассалы и скидка на улучшение юнитов давайте наверное к созданию военных лагерей гавани и зданий в этих районах я надеюсь что я сейчас буду валентай там бы еще гавань строить так укрепляем религию и возьмем за веру у меня как-то достаточно я так считаю я бы на на довольство брал в этот раз и вот плюс 3 теологи разъяснили все верования майю так пошли потихоньку к лагерю тут стоим лечимся чтоб сюда не влез никто блин как же я все таки с этими затупил да так давайте думать где я тут буду ставить заповедник чтобы понимать как мы будем тут обрабатывать клетки но я бы вот сюда ставил чтобы для у ануку это работало я понимаю что здесь кампус на плюс 4 но мы кампус можем сюда поставить я понимаю что рядом с вулканом но фиг с ним так раз раз так то наверно обрабатываем пока железо потом пойду чаек обработаю кстати а может здесь не пока пока не буду делать потому что может варвары то есть я могу здесь поставить тоннель но варвары тогда будут сюда при приезжать скоро надо с этим лагерем разобраться и тогда будем уже тоннели делать да как тут лёша тупанул что такое тупануть и как с этим бороться буду вырубать сейчас покупать эти клетки и вырубать блин 90 очень жалко за 90 калмы кстати здесь может тогда вырубить пока эти тропические леса хотя в героическом только я не еще франция а все остальные все видите да отваливаются корейские города ко мне удивлен что сиан не отвалил сиан столица да не удивлен вообще столица я удивлен что китаец не поспешил сюда город ставить помните как ему тут мешали ему поставить город хотя это рядом со столицей так начнем с лошадей мокша сюда приехал значит растем и виктор вуановка приехал растем блин надо не забывать еще покупать поселенцев кстати сколько следующий стоит 175 покупаем нам два поселенца надо вот тут чтобы два города поставить и тогда у меня уже точно расселение закончится так ой блин мискликнул мог сюда сразу встать сорян блин что тут немец все буэнос-айрос хочет захватить буэнос-айрос на самом деле много счастья дает в общем бы не хотелось его терять так миссионер тут распространено наверное ладно давайте этого все-таки на китай отправим давайте с китаем открытые границы первых посольство нет не интересно жаль право прохода приятно что вы мне даже заплатили еще за это о ацтеки это вот нет это не с нашего континента смотри-ка этот чувак не с нашего так что у него есть апельсинки пускай диатезик будет купим апельсинок так а продать ему лошадей нет ему не надо жаль и он ведь он он по океану уже может плавать ну наверно какой-нибудь флотоводца взял скорее всего сейчас он где-то в конце должен быть ага нет нет это флотоводец который международные торговые пути дает так а почему он тогда через океан плавает ну здесь всех флотоводцев ацтек забирает он там у нас на гавани по гаваням главный так стремя открыли ну я бы образование открыл универы не помешают тем более один ход здесь может купить клетки я понимаю что я коплю на рощу но до нее 4 хода у меня в принципе 54 вход я бы тут сразу заповедник строил пожалуй и так реформация открыл пошли гуманин у нас до великого художника далеко так ну вроде все зашибись раз все зашибись то я думаю что сейчас самое время поставить прожать лайкосик этому видео написать комментарий который меня поддерживает если вы еще не подписаны подписаться и вот ссылки на мои социальные сети еще всякие разные появляются ну или супер спасибо спонсорством донатикам все в описании в прикрепленном комментарии в это сложное время только ваши донаты и вдохновляют меня то чтобы продолжать делать видео спасибо всем за поддержку спасибо особенно жевжикам патрициям которые спонсируют канал можно кстати на какой-нибудь более высокий уровень спонсорства перейти я не расстроюсь продолжаем монтесума хочет о все-таки захотел лошадей и железа не написано подожди это он мне написано вы монтесуме странно а теперь нету доступных ну железо понятно что кто-то хочет покупать я бы железо и сам покупал только недавно стал обрабатывать так нет давайте пока вылечимся окончательно фу наконец-то я залочил этот лагерь теперь уже отсюда никто не будет ко мне прибегать так как у нас влияет религия нормально влияет ну наверно еще одного миссионера так точно листу покупать не ну тут 4 довольства миссионера миссионера так могу предприятия и мне кажется что предприятия надо будет воякучу делать тут будет покруче кампус я вообще не вижу где в чанчане стоит то есть я могу предприятия либо в чанчане либо воякуча а да надо поселенцев а чё поселенцы так медленно бегают по дорогам кстати а вот для этих бы поселенцев действительно просто если их везти так это очень блин я наверно не туда повел надо вот сюда их везти и вот через этот через этот тоннель вот тут сделать тоннель все то есть они так быстрее поставим мы города граната но самое интересное что мы еще не встретили кого-то кто на нашем континенте еще или встретили уже или это франция была да это походу франция была ладно кстати давайте к ацтеку посольства нет а немец да а вот буддисты прутся так так мне это не нравится давайте апостола наймем против них ну и плюс можно будет основать инквизицию если чё лучше всего бороться с чужой нот вот одна пища ну и ферма одну пищу ну тут одно жилье ну наверно все таки террасы лучше строить даже без гор потому что они жилье добавляют но не дается или дают они соседство кстати вот не очень понятно будет треугольничек работать или должно быть одинаковое типа все да тут я пока постою подожду я пока постою подожду у нас четыре посла все я бы все еще держал ну во первых когда универы построим я добью вторую гудо трех но я бы держал чтобы буэнос-айрос союзить из всех встреченных нами городов-государств круче всего именно союзить буэнос-айрос так вырубаем да тут чертова не можем я вот думаю может мне уже магнуса куда-то пересадить с другой стороны тут еще есть я просто эти тропические былиса вырубал все таки все эти я бы оставлял они пока не влияют с другой стороны куда нам его пересаживать ну в ваннуку можно так подождите а вот это почему мне вот эта клетка дает веру так горел лес может быть горел лес и поэтому дал веру я не знаю почему то тут вера есть у нас рощи то подальше получается ну вообще я бывая куча даже наверное пересадил магнуса так давайте наверно магнуса так сильно у нас удовольствую идет некоторое ну магнуса надо пересаживать уже тут всего один на тропический лес который пока не влияет фиг знает буду ли я его перес вырубать а вот тут нам дофига всего вырубить давайте магнуса воя кучу плюс два довольства и нету жилья больше ну дамбу по-моему сама по себе там добавит не изменяет память пока нет надо будет посадить в быстрых сделках может кто больше предложит за чай совместная война с сандок нечего сорян а кто-то колос ну блин один ход оставался ну блин прикол и тут он появился какой-то военный кризис там у них был так ну надо сразу проверить кому чай продать о мне тут у слоновую кость готов так вообще посмотрим да значит чай мы явно будем с екатериной медичи торговать на слоновую кость отлично так тут уже появился арбалет блин я наверно копье убью блин и нифига не убилось кайф а он разве сможет проатаковать блин вот жалко конечно все эти юниты варваров они не апгрейдятся никуда больше это есть проблемка торговца можно строить в этом городе мгновенно строит банк и рынок о прикольно либо можно ну надо как и подумать может быть из него корпорацию лучше сделать рынки тут у нас есть ну вот в чан-чане надо будет строить да конечно колосс очень жалко честно вам скажу ладно у нас производство сохранилось может какое-то другое чудо тогда что ну почему-то килову кисева не хочется на равнинных клетках рядом ну что здесь построить давайте попробуем все таки построить хоть какое-то чудо в этой игре так тут четыре хода до приезда магнуса так что вырубать пока рано ну давайте просто вот фермы на кукурузе поделаем пойдем этот жемчуг обработаем так поплыли поплыли наверное к чекуито так этот у нас воевать с буддистскими миссионерами призван ладно возьму проходя мимо чудо природы то есть у нас вот тут есть чудо природы надо будет сходить конечно так тут у нас на промышленную зону место и здесь у нас промышленная зона на плюс пять так куда нам отправить ну вот в чинджу давайте воровать денежку пока так у анука обращаем роща строится два хода два хода давайте вот здесь уберем тропический лес в общем пока он меня в запасе побудет этот великий торговец верно негде мне пока так слушать а дальше у меня вообще есть смысл плыть этой беремой мне кажется нет вообще ее можно где-нибудь и потерять то есть я опять же ее не смогу апнуть не апается так а где у нас каравеллы две гавани а пока значит тоже не открываем интересно вот стек это свой континент или там все остальные сидят так тут мы копим 300 монет так что пока не выкупаю эту клетку и этот чан-чан пойдет обращать надо надо бы университет и начинать строить также махал катерина медича блин жалко колосс один ход оставался просто один ход стратегия реквизит ну наверно пока оставлю ставлю все как есть надо сюда подвезти еще арбалетов наверное очень задолбал меня уже этот лагерь так 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 вот эту клетку надо купить следующим ходом можно будет рощу покупать мне наверно не хватит денег но я надеюсь кое-нибудь поторгую вот наверно цишу хуанди хочет лошадей 7 монет 1 лошадь ну в принципе давайте железо что уже никто не хочет хотят ну вот 99 за 10 вот это давайте примем 300 монет будет так ну и куда делись миссионеры буддистские пошли германию обращать так так вот Продолжение следует... Так, а сколько будет гавань строиться? Семь, но я думаю быстрее, когда мы здесь рощу сделаем. Потому что это производство добавит. Просто думаю, что надо бы уже возвращаться галерами для апгрейда. Сначала мастерские сделаю, а потом уже универы. Так, куда тут дальше? Меркантилизм. Нет, тут ничего не меняем. Универ рядом с горой. Лесопилку, водяную мельницу. Давайте строительство. К какому городу это относится? К Чан-Чану. Все верно. Вырубаем. Ну, чтобы быстрее дамба построилась. Блин, мисклик, ноу. Ну, блядь, вот это управление картой здесь, конечно, трындец. Как так сделали, что... Ты либо двигаешь карту, либо при этом ты еще можешь и юнитом походить. Почему вот в пятерке такого нету, а тут они почему-то решили эту фигню изменить. О! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Блин, я же хотел не сюда идти этими посилами. Пак. Ладно, поплыву. Ну, я уже сюда пришел, просто я же хотел сюда идти, где-то вот сюда, и бежать. Ой, блин. Так, два хода до Магнуса. Так, где интересно лучше сделать? Мне кажется, вот здесь все-таки. Этот. И, кстати, я бы вот здесь еще сделал. Вот здесь тоннель, и здесь. И это все соединено между собой. То есть, вход сюда, выход там. Еще, наверное, Катя, вот тут можно сделать. Ой, Екатерина Медича сахар мне хочет продать. Так, построен. Покупаем рощу. Ну, и, соответственно, видите, тут не работает, опять же. Потому что сделал тоннель. Ну. Можно, кстати, убрать... А, естественно, тоннели вообще убираются? Можно было бы, кстати, здесь убрать и вот сюда поставить. То есть, вход здесь, выход здесь, например. Надо посмотреть, может, тоннели убираются. Так, тут гавань. Пять ходов. Блин, семь населения надо. Ладно, тогда амбар сначала. Стоим, ждем, пока. Ферму. Если рудник поставлю, то уменьшится престиж. Так, пока стою. Пойдет сюда бежать. Тут требуется 10 железа. Лучше бы не продавал, кстати. Ну, тут оно само обратится, я думаю, быстро. Так, а тут как роща у нас. Тоже красиво заработало. Тоже два притягивающие. Ну, видите, мне нужна будет Эйфелева башня, чтобы добить, чтобы везде был высокий престиж, чтобы максимум выхлоп от этих заповедников был. Амбар или библионарь амбар все-таки пока. И дальше... Непонятно, где нам... Ну, вообще, вот тут можно лесопилку построить. Все-таки ускорение для этого сделать. Ну и универ рядом с горой. Сейчас я достраиваю мастерские здесь и начинаю универы строить. Наверное, давайте замок пока. А вот Экведук не видать мне, где пока сделать. Так что, наверное, можно... То, что требует Экведук построить. Аэродром уже, Германия, по-снифигасе. Ну, хотя, с другой стороны, это не так уж прям далеко. Так, перемещение на дружеской территории. Каперы. Блин, вот эта карточка, блин, постояла на гавани немножко бессмысленно. Так, значит, так делаем. И, наконец, уничтожаем. Пойду сюда. Интересно, я сейчас хочу посмотреть. Без Союза отваливается город? Ну, наверное, сейчас нет, потому что у нас героический век, а у немца темный. Но я все равно думаю, что нам надо культурный держать пока. Ну, видите, Германия по науке вообще зашибись сейчас идет. Это не сказать, что у меня какие-то проблемы. Так, давайте-ка я здесь куплю еще строителя. Сколько я уже в науке с религии 16? Ну, не так уж и много. Что у нас по городам тут? 34 католицизм, 24 буддизм. Ислам у ацтеков, 11 протестантизм и 11 мая. Ну, в принципе, все так свою религию распространяют. Ну, мне вот надо с этим варваром разобраться, с этим арбалетом и с этим. И это все вот этот лагерь понаделывал, блин. Стоим, ждем возможность к чуду подобраться. Тоже стоим, ждем. Придется отходить. Тут пока не может заходить, потому что я на холме. Ну, что, может лесопилку здесь все-таки сделать? Вообще никак не вляясь. Делаю лесопилку тут. Тут стоим, ждем возможности проапгрейдить. Что еще миссионеров сделаем? Так, сколько? Пять ходов до семи жителей. Давайте вот так, четыре хода. Ну, чтобы можно было гавань строить. О, а я, оказывается, уже сделал. Ладно. Ладно. Но все равно мы лесопилки сделаем. Это за счет того, что разграбил варварский клан. Нам тут пришло так универ. И давайте, наверное, строительную инженерию пока. Да, вот тут я хотел, наверное, логистику поставить все-таки. Наверное, вместо вассалов. У нас вроде, по счастью, все неплохо. Плюс пять. Радость нашли, что великие умы. Ага. Ну, типа, великие люди у нее больше, чем у меня. Да. Разрешаем посольство. Вообще, нам бы с тобой... О, уже нормальное отношение более-менее. Сейчас я тоже... Боже. Скаут атакует Уанаку. Так, сандок готова мне железо продать. Но мне не надо. Я лучше вот апну. Владника. Наверное, я вот так выйду, чтобы он его обстреливал. Хорошо, что не разграбил мне тут ничего. Магнус, Ваякучо. Давайте вырубать потихоньку тогда. Так, и нам 300 надо будет еще рощу купить. 300 монет. Есть амбар, рост, жилье, библиотеку, значит. Так, тут спасаем арбалет. Кстати, я что-то в чекуи-то даже не подумал о том, где ставить... Вот тут, как ни странно, наверное, где-то на пустыне надо поставить. И можно тогда Наску засоюзить. И тут вокруг, вот если я сюда поставлю, например, и вот где-то вот здесь линии Наски поделать еще. Лес тогда нельзя вырубать пока. Так, ну тут все равно мы с гавани начнем. Стоим, ждем возможность построить... Ну, то есть мне надо разобраться сначала с этими мультами, чтобы они тут не носились по всей карте, используя мои тоннели. Так, ну вообще, короче, я думаю вот сюда поставить все-таки заповедник. Смотрите, я исхожу... Тут вот, видите, никакой престиж в этом месте. Но вот тут он притягивающий. Поставив сюда, я улучшу. Правда, вот на этих клетках вряд ли получится, потому что здесь... Ну, надо будет, наверное, убрать железо. Просто здесь, рядом к горе, понимаете, всего одну гору мы сможем этим городом. А тут я город не собираюсь никакой ставить. Не знаю, может имело смысл тут, но как-то слишком мало клеток. Наверное, имело смысл все-таки еще какой-то город поставить. Ну, опять же, напишите в комментариях, как вы развивали свою катагу сделаю. Игра вот сюда предлагает. Мне кажется, тут вот надо где-то на реке поставить и вот здесь. Вот я, наверное, здесь сделаю вот так. И потом здесь еще сделаю, чтобы проходить было быстрее. И еще следующим ходом еще проверить, можно ли убрать тоннель. Вообще, конечно, было бы странно, если можно убрать тоннель. Типа, как это? Два-два-два-два-три. Ну, давайте сюда промышленную зону. Веду к два-три бушета. Наверное, пока осадную тактику откроем. Чеченица готова. Кто-то возносится к небесам, а вы лезете в грязь. Че это за... Че это в смысле? Че это... Че это за наезд? Быкануло, мне кажется, да? Так, индустриализацию и астрономию. Ну, астрономия это универ рядом с горой, индустриализация это две... Да, не убирается. Так, наверное, все-таки будем тогда строить тут рощу. Пока до трехсот. Пойдем, посмотрим, вдруг кто-нибудь что-нибудь купить хочет. За большие деньги. Железо никому не надо. Лошади за десять. Не. Как-то слабенько. А у меня больше ничего и нет. Хорошо. А эти... Как его? Мировое влияние. Шестьдесят одно мировое влияние. Больше всего ацетек готов. Ага, вход он не... Ну, он вход хочет платить, а не единовременно. И этот тоже. Нет, тогда, наверное, не будем. Наверное, просто рощу строим. Опять же. Вырубаем. Вот тут уйдет плюс четыре, если я вырублю. Но надо вырубать, потому что тогда эта клетка лучше станет. И это. Плюс три стало. Ну, что поделать. Два хода. До возможности гавань строить. Давайте война. Два хода. Так, а вот следующее. Вот тут уже можно, я думаю, делать тоннели. потому что у нас остался вот этот юнит, и мы тут никуда, он к нам вроде уже не пробежит. И вот тут надо тоннель будет сделать. Так, есть универа. Я думаю, надо третье... так, наску пока не союзен. О, восемь. Так, ну подожду тоннель здесь, я его сюда выведу и буду обращать. все. Так, слушайте, а тут холмы. Так, а вот тут надо террасу сделать. Что это я? Тут террасу делаем. Ступу покупаем. Банк или... Или... Так, давайте подумаем. Ну, не буду я за веру покупать юниты. Я не буду ни с кем тут воевать. Не собираюсь. Нам главное выращивать. Министерство иностранных дел. Мобилизация. Наверное, все-таки разведывательное управление. Наверное, все-таки разведывательное управление. Так, давайте Рабочего купим. Там террасу надо доделывать. Так, астрономия. У меня претензии к Германии. Она объявила войну Таруге. Вряд ли он возьмет Таругу. Ну, пускай постарается. Так, 171 наука. Ну, что, я уже догнал ребят здесь. Причем Корея и Германия у нас лидеры по науке. Так, давайте глянем, как далеко у нас охрана природы. Уже недалеко. Нам нужно исследовать астрономию, собственно, что я сейчас делаю. Построить археологический музей и потрясающий престижный пригород. То есть, таки сначала нам надо будет урбанизацию, значит, открыть. А потом вот это все сверху. С другой стороны, знаете что, я же могу это открыть и без пригорода. Наверное, так и надо сделать. Астрономия сейчас ускорю. Театралка, где у нас может быть. Ну, у нас вот тут надо будет театралку, наверное, в кахамарке ставить. После универа. Чтобы ускорить это все. Я бы, я бы, ну, просто, вот это здание в заповеднике. Блин, где оно тут? Понимаете, оно нам кучу даст золота, производства и науки. Поэтому нам надо туда. Нам просто надо. Так, ну что вот этот чувачок будет делать? Так, здесь можно начинать воровать денежку. Чисто прокачивать шпиона. Тем более, что мы разведательное управление сейчас улучшим. Шансы у нас будут выше. Хоба. Так, у нас все наши города в нашей религии, правильно? Так, будем обращать немца. Блин, лесопилки, интересно, влияют на престиж? Лесопилки на престиж не влияют. Так, ну, пойду сюда на помощь с этим арбалетом оставшимся разобраться. Значит, надо лесопилки ставить как дополнительное производство. Блин, я забыл, что я тут рабочего покупал. Его куда-то, я помню, сюда хотел отправить. Но реально забыл уже, блин. Так, сколько у нас тут три хода гавань. А, террасу я хотел где-то сделать, вспомнил. Вот тут. Я расформирую беременную. Я просто напоминаю, что мы ее не сможем... Давайте я что, подожду, открою каравеллу и покажу вам, что нельзя апнуть каравеллу. Просто купленные юниты у варваров они никуда не апгрейдятся. Что-то, по-моему, странно. Может, это баланс какой-то, но по логике имхо непонятно почему. Или сразу театрал. Нет, давайте универ и театралку потом. Так, а вот тут священное место, конечно, требуется. Так, давайте... Ну, надо овец убрать. Давайте купим строителя. Построю я здесь гавань, наверное, пять ходов. О, я могу янтарь продавать. 18 золота вход норм. Пожалуй, приму. Буря далеко от меня. Ну, я думаю, что на этом моменте можно серию и закончить. Мы впереди к заказнику. Наверное, в следующей серии уже сможем их строить. Я даже думаю, не буду строить их, а покупать, скорее всего. Килва Кисивани построена. Это значит, что нам желательно уже союзить города-государства. Они будут давать на 15% больше всякого. еще пооткрывали кучу всего. Но продолжение в следующей серии. Спонсоры канала уже могут в плейлисте его поискать. Должно быть. А для всех остальных оно появится завтра. Спасибо за поддержку, ребят. Не забываем лайки, комментарии. Играйте в умные игры. Слава Украине. Живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин